Мы продолжаем рассказывать о Лобнинцах, чей жизненный путь достоин уважения. В преддверии Дня воздушного флота наша съемочная группа побывала в гостях у Антонины Ермаковой, ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда, ветерана аэрофлота, инженера-синоптика гражданской авиации, которая всю свою жизнь посвятила безопасности полетов. Репортаж Никиты Панина. Старые фотографии, яркие поздравительные открытки, благодарственные письма, почетные грамоты, медали и ордена в доме Антонины Ивановны Ермаковой все напоминает о ее ярком прошлом. Она отдала авиации 40 лет, сначала совершенствуя свои профессиональные навыки в области метеорологии полетов, а затем обучая других. Все, что полагается метеорологу, который обслуживает именно авиацию, не сельское хозяйство, не какие-то там другие службы, которым нужно сведения погоды. А обслуживание авиации – это самое сложное обслуживание. Вы по радио не слышите, как обеспечивает вылет любого самолета, а тем более международный. Для летного состава нужно очень много данных, нужно высоту облачности, иначе он не может сесть, видимость недостаточная, он не может сесть, значение ветра, явления, которые окажут огромное влияние на посадку и так далее. Это все должен специалист-метеоролог, который обслуживает авиацию, все должен с точностью до конкретных значений предоставить. Связать свою судьбу с метеорологией Антонину Ивановну сподвиг случай. Еще в школьном возрасте, в годы войны, ей выпала судьба участвовать в строительстве алюминиевого завода в Сибири, в котором остро нуждалась авиация. В основном это был тяжелый ручной труд, сильно зависящий, в том числе и от погодных условий. Вот в это время мы зависели от того, хорошей ли погоды, много ли мы сделаем, и как-то мне понравилось, что можно это определять, можно помогать знаниями. Закончив школу, Антонина Ермакова поступила в Одесский гидрометеорологический институт. Впоследствии, получив диплом специалиста-метеоролога высшей квалификации, свою трудовую карьеру начала инженером-синоптиком гражданской авиации, сначала в Сибири, а затем в московском аэропорту Шереметьево. С образованием учебно-тренировочного центра в 1966 году перешла к преподавательской деятельности. Специалисты были всевозможные, разные. И даже это было же учебный отряд, и был еще Советский Союз, и были республики. Из всех республик нам давали коллективы, какие-то группы, которые нужно было потом посылать на международные линии. Обеспечение международных рейсов метеорологическими данными, необходимыми для проведения полета, стало предметом, который Антонина Ермакова преподавала специалистам со всего Советского Союза в течение 22 лет. Летит какой-то экипаж или летает несколько раз. Я их обязываю, чтобы они мне все-все оттуда притащили. Все информации, все секреты, все значения. Я это оформляю, я это потом в соответствии в переваре преподношу. Группа, которая потом полетит, будет летать в этом отряде по этой трассе. И так несколько отрядов, много отрядов, много трасс. И все я должна знать, и все это должна преподнести в соответствующем доступном варианте, чтобы они все понимали, знали. А потом я принимаю у них экзамен. Без моей оценки экзамена они вообще никуда. Они обязаны. А они жаждут иметь пятерку. А чтобы пятерку, надо знать. А я, чтобы поставить пять, я с него спрошу все, что он должен знать. Курс, который вела Антонина Ивановна, являлся достаточно непростым, требующим знания английского языка. Многие из ее учеников, ведя конспекты, допускали ошибки, способные привести к трагедии в небе. Преподавателю лично приходилось проверять записи своих слушателей. Те, которые приходят в летный состав с других республик и даже наши, у московских, какие-то отряды, проходят по расписанию какие-то темы. Я преподношу им то, что им необходимо. А они записывают и делают ошибки. Или не могут записать, потому что частично идет по-русски и по-английски. Чтобы исправить ситуацию на корню, Антонина Ермакова написала пособие, став первым в СССР автором, собравшим в одном учебнике всю необходимую для летного и диспетчерского состава информацию по метеорологическим данным. Пособие было издано в 1975 году. Его использовали по всей стране и два раза переиздавали в 1986 и в 1993 годах. За свою преподавательскую карьеру Антонина Ермакова обучила тысячи специалистов. Многие из них долгие годы помнили ее лично, приглашая любимого преподавателя в кабину пилота всякий раз, когда Антонина Ивановна летала на отдых. Когда, например, куда-нибудь я летела, летный состав, командиры меня всегда брали себе и показывали, как они руководят самолетом. Свою жизнь Антонина Ивановна Ермакова считает удавшейся. До сих пор проводит немало времени со своими сыновьями, один из которых уже вышел на пенсию. 13 августа у Антонины Ивановны юбилей. Ей исполняется 90 лет. Я считаю, что я очень удачно увлеклась метеорологией, а тем более авиацией. Для меня это такое родное, неотъемлемое событие, характер жизни. Все только авиацией. Никита Панин, Алексей Бойко, Михаил Жуков, телекомпания Лобня.